Что вы сейчас обращаетесь на счет 120 план? Ну, где Новокон, вот там, знаете... Ой, я сейчас расстроилась, ничего общего не было. Чего вы расстроились здесь? Ну, в Дюжей Церкви. Кабинет номер 105, 14-й ЖЭК, да, в Дюжей Церкви. Там ЖЭК, а где школы? Я думала... Я на один видео. А это вы на Север? Не-не-не, вот на 17-м квартале. Это вы бы не спускались. А тут вверх, нашелся. Так меня ЖЭК послал. Говорит, там уже не работают. Ну, как же не работают? Там Новокон и 14-й ЖЭК. Кто вас там отправит сюда? Женщина шла и говорит... Какая женщина? А я, вот знаю, спросила по коридору. Йо Каламана. Извините. Это начальник действия? Спасибо. Ну, мы были в отпуске, инженера сейчас не надо. Так, а приемный день у него сегодня? Его замещают инженера? Нам надо с ним поговорить, директор ваш. Уютно. Первый, третий, четверг. Сегодня четвертый. Ага, я понял. Сегодня четвертый. Хорошо. Ну, мы с инженером можем поговорить, да, на все вопросы, которые решает директор. Хорошо? Вы публичный сотрудник, вы на рабочем месте. Там что, полицию вызывать или что? Это мастер или кто это такой? Это инженер? Да. Хорошо. Сейчас мы разберемся. Мы оставляем еще одно заявление. Да, оставляйте, конечно, заявление. Не знаю, все заявления есть, или, которые мне дают, я весь. Я не знаю, я знаю вот второго человека, который сюда ходит. Это мастер вроде у нас там на участке был. Странно. Я думала, она вас знает. Она говорит, ну, я... Ну, может быть, меня многие знают. Так, а еще одно, что, то заявление как-то не так написано, или как? Нет, оно так написано, но мне его не регистрировали в премьере. А почему? Меня его взяли и сказали, все, мы свободны. Понятно. Ясненько. Здравствуйте. Мы опять с вами с вопросами. Я в отпуск. Вам уже сообщило, что я в отпуск. Нет, не сообщали. А вы начальник сейчас уюта? Ну, мы с Сильвестром хотели поговорить. Директор. Правильно? Вы же спросили начальника. А, ну, может, я неправильно спросил. Да, я хотел с директором поговорить в приемный день. Мне объяснили, что первый и третий четверг. Я понял. Хорошо. Да нет, у меня к вам претензий никаких к ним. Ну, съемка, вы, то есть, снимать можно журналисты. Это их прогрессивное дело. Да. Вы считаете, что я нарушил ваши права? Вызывайте милицию. Да. Вызывайте. Вы в публичном месте, в приемный день, в приемное время. Я посетитель. Вы при исполнении. Где я нарушил ваши права? Скажите, пожалуйста. Мои права? Потому что вы, так я вам уже, как говорила, то есть, мы выкладываете вот эти все. Ага. Если бы вы пришли снимать заранее попередите меня, то есть, питание, как... Хорошо. Где это написано, что я должен, обязан вас предупреждать? Где это написано? Вы рассказываете свою точку. Вы же мне тоже законы не рассказываете. Я не рассказываю законы, я говорю, что я гражданин, я имею право снимать. Ну, согласно какому закону вы имеете право? Согласно Конституции. В публичном месте публичные люди, а также люди при исполнении не имеют права отказаться от съемки, не имеют права прекратить. Читайте внимательно закон. Вы тоже принимаете. Если вы считаете, что я нарушаю ваши права или закон, вызывайте полицию, она этим занимается. Вот и все. Говорят, эта проблема длится уже год. И подходили сюда все. Ну, я думаю, теперь проблема решится быстрее. Потому что мы поднимем общественность и обнародуем эту проблему. Крыша не ремонтируется год. То, что они должны по 76-му постановлению делать в течение пяти дней. Или отвечать за порчу имущества. Ничего они не хотят. Ни того, ни другого. Аварийный случай. Надо судиться с ними. И требовать еще и моральную компенсацию. Всем квартирам, которые затоплены. Вот это самый лучший выход. Пару раз штрафы заплатят. Тысяч по пять хотя бы моральной компенсации. Я думаю, будут по-другому разговаривать. Просто она уже черная. Если она несколько дней была только мокрой, то сейчас она уже полностью вся в пенке. И все, все, вся шпаклевка налегла на пол. Все, я даже ее не могу. Ну, сейчас подойдем и поговорим еще более подробно. А то они дверью хлопают, бегают. Хвост у них в соли. Работали бы нормально, никто бы их не трогал. Если вас интересует вопрос, я пришел к ним с вопросом. Мы же никак не перейдем от них. То есть мы их уведомили. Причем они не дают ответа на наше заявление. Они же тарифы повысили. Мы собрались с собранием и сказали, что мы не согласны на новые тарифы. Они же согласовывали до 28 марта. Я им отправил письмо до 27 марта. Ну, принес сюда, зарегистрировал. До сих пор ответа нет. Хотя по закону 15 дней. А выясните, кто оттуда? 23-го лютого, 52. Я 27-го числа сдавал вам документы. По-моему, мы довели, что вы... Ну, по-моему, да. Но прошел уже месяц. Это уже административная ответственность. Мы вам вручили его лично, да? Не знаю. Вы мне ничего не вручали. Там было написано в самом обращении, что ничего не отправлять, позвонить мне, я приду, лично заберу. Такая какая-то трактовка была, чтобы вы не сказали, что это почта два месяца отсылает. Вот эти все пять этажей. Да, понимаю. Я был... Я на пятом этаже был, то у них вообще по контуру вот так вот течет. Ну, вот ежедневный ремонт подготовили давно. Ну, я прекрасно вас понимаю. У меня перезвонить неоткуда. У меня нет выхода на городской телефон. У меня нет городского. Тут мобильный, да. У меня неоткуда звонить на мобильный телефон. Ну, прекрасно. Ну, вы подготовили, оно лежит у вас. Вы даже не досужились его отправить, там, если у вас нет телефона. Хорошо. Пожалуйста. День добрый. Мы к вам на прием. Выключайте камеру. На каком основании вы требуете этого? Куда вы пошли? Вы на рабочем месте. Куда вы пошли, уважаемые? А зачем вы так делаете? Затем, затем, что вы говорите одни слова, потом отказываетесь. Поэтому я все это фиксирую. Это не шоу. Шоу вы устраиваете. Я пришел... Я не срываю ваш процесс. Давайте выясним без проблем. Или вы боитесь выяснять его? Пожалуйста, выключайте камеру. Не буду я выключать камеру. А вы не позируете. Вы отвечаете на вопросы. Интервью я вас не собираюсь брать. Вы работник на работе. Это не права. Мы люди. Вы не люди. Вот сейчас вы не люди. Сейчас вы работники. Мы не хотим, чтобы вы нас снимали в данный момент. И что? Это наше право. И вы его не имеете право нарушать. Скажите, на каком основании вы сейчас снимаете? На основании, что я гражданин Украины. Не при исполнении. Все. А вы должностное лицо. Хорошо. Я сейчас вызываю полицию. У вас есть внутреннее расписание ваше, когда вы должны принимать граждан? Я хочу с ним ознакомиться. Если сейчас у вас приемное время и приемный день... Приемное время у нас сейчас. Сейчас. Тогда, пожалуйста, примите меня и вот жителей моего дома. У нас важный вопрос. Мы примем вас при условии, что вы выключите камеру. Мы будем общаться с вами. Такое условие неприемлемо для меня. Спасибо за ваше пожелание. Я не хочу. Ну, тогда постойте. То есть вы... А мы будем работать. Я понял. Значит, вы хотите создать мне проблемы и украсть мое время. Я понимаю. Мы не хотим этого. Вы это сами были. Пожалуйста, руководство есть. Меня направили к вам. Я хотел к руководству. Добрый день. Я пришел в частную компанию ООО «Уют-2011». У меня очень важный вопрос. Они не выполняют свои обязанности уже год. Те, которые должны в течение пяти дней выполнить по закону. Я пришел. Это адрес Карбышева, 18. То есть я пришел. Они обещают и не выполняют. То есть обманывают меня. На документы мне не отвечают. Я пришел сюда с камерой. Они вообще не хотят со мной общаться. Убегают. Бегают по кабинетам. То есть... Савченко Сергей Александрович. Ну вот, убежала ваша сотрудница. Да, хорошо. Благодарю вас. У вас адрес какой? Сергей Талачевский, 52? Да. К вам люди ходят уже не первый раз. Пишут заявление. Анжелика Михална. У нас тут шоу опять. Пришли северия Талачевского, 52. С камерой снимают нас. Хотят на прием провести при снятии вот этой сменки. То есть стоят в кабинете, тупо направили камеру на меня, но не реагируют никак, потому что только, по-моему, вызывают полицию. Прекрасно. То есть в кабинет они выходят и прием невозможно вести. Они задерживают рабочий процесс. Я не могу вести прием граждан. Они стоят в кабинете и не ругают. Что вам мешает вести прием граждан? Камера ваша мне мешает. Как она вам мешает? Руки вяжет или ноги вяжет? Они не обязаны без моего согласия меня снимать. Если я нарушил ваши права, вызывайте полицию. Я сейчас только что тоже вызвал полицию, она сейчас вам разъяснит ваши права. Прекрасно. Потому что вы, не зная своих прав, начинаете командовать. Прекрасно. Ну я снимаю вот даже сейчас начать прием, потому что камера выключена. А что он хочет, я все не знаю. Главное вопрос – это их недолжностная обязанность. Выеденного яйца не стоит. Они вот это начинают голову морочить. Тянут свое рабочее время. Напрягают нас и других работников. Но они вообще… Проблемный человек, потому что я от них требую выполнения их обязанностей. Я им указываю на их приписки и тыкаю их носом. Поэтому я проблемный человек, конечно, для них. Потому что они воровать не могут дополнительно. Так бы они больше своровали. Они мне по 200 лампочек приписывают на дом и по 18 вентилей. Выходите, пожалуйста, из кабинета. На каком основании? Приемные ожидайте. У вас приемное время. У вас свободные кресла. Приемные, пожалуйста, ожидайте. Свободные кресла. Нет, я не буду ожидать. Я хочу у вас получить прием. Я хочу у вас получить прием. Я пришел к вам на прием. Вы начинаете грубить, уважаемые. Вот так вот везде. По новой велики. Да. Добрый день. Добрый день. Мы пришли... Потребовать от них решение того вопроса, который год они решают. У нас крыша протекает и людям кордит имущество. Вот представители этих квартир. 32-я там, я еще не помню какая. Они никак не могут отремонтировать крышу. Пять дней по постановлению 76-му. Они обещают без камеры. В документах даже не отвечают. Люди пишут им письма, они даже ответы не присылают. То есть вот третий раз человек пишет заявление или второй раз. Я пришел с камеры, чтобы зафиксировать их слова на видео, чтобы потом подать на них в суд. Да. Вот и все. Заявление будете писать? Да. Буду писать, конечно, на правонарушителей. Один правонарушитель и второй. Два чиновника. Два при исполнении человека. Обязательно буду писать. Вы имеете право написать заявление, пояснение по суду. Хорошо. Вы можете разъяснить их права? Давайте мы сразу вас видим заяву у вас. Да. Давайте. Давайте детавиды едем. Давайте детавиды едем. Хорошо. Мы снимаем, но без съемки, но без съемки. Хорошо, можно. Да. А можете им объяснить по поводу камеры, что они не имеют права требовать? То есть вы можете съемку помещения, номер работающего процесса и меня лично. Вы не имеете без моего разрешения. Я не снимаю гражданина, там логовину или как, я уже не помню. Я снимаю представителя уюта, который ведет прием. Зачем? Мне все равно кто здесь сидит. Зачем объяснить? Чтобы зафиксировать ваши слова на видео, чтобы вы потом не брыхалы. Зафиксировать слова можно и в письменном видео, и можно на видео. Судение является доказательством. Судение является доказательством. Вы можете сделать съемку нашего помещения? Нет. Мне помещение ваше не интересно, я извиняюсь. То есть общественного места, как вы это называете. Мне интересен ваш ответ. Но не лично нас как работников. Валентина Владимировна, я так само имею право использовать камеру. Камера работает при нашем с вами общении. Мы даже вас не слушаем. Не, я просто хотел уточнить. Хорошо, вы хотите пообщаться отдельно. Они нарушают мои права и они с этим согласны. Вы зафиксировали это? Просто на камеру не хотят общаться. Им всего такого плана. То есть дадут себе ответ. Ну это так само, как вы полиция. Давайте вы выключите свою камеру, зайдем, пообщаемся, все равно пишет наша. И вы их свидетельство подпишете. А, так я ж не получу ваше видео никак. У вас там в архив сдается, там очень тяжело. Я общался с вашими ребятами, они даже свое доказывали, невиновность, очень тяжело. Полиции добиться у полиции. Я, понимаете, чтоб судиться, мне надо фото-видео доказательства. Материальные... Ну вы ж полиция, пресечите, это нарушение моих прав, нарушение закона. Вы заявили, написали, заставить их не могу. Силы я ж не буду заставлять. Ну а как вы, вот я, допустим, насилую женщину, вы не хотите применять ко мне силу. Вы не равняйте... Это административное, то криминальное, и что? Ну там надо путать. То есть криминальное вы можете пресекать, административное нет? Можно административное. Ну хорошо, там распитие такое, я могу вам писать постанову. Задержать. Задержать могу. Ну хорошо, но у вас конкретный случай, есть административное нарушение, оно не прекращается. Мы пообщались. Вы обязаны его прекратить. Как? Я у вас отобрал заявление пояснения. Я предам райотдел, с вами скажется райотдел. А если сюда несколько человек, мы придем и на ночь останемся. И вас вызовут. Вот человек тоже пришел, я его не знаю, только что увидел. Она говорит, что четвертый раз скажу. Вы творите, сможете силу применить к нам или нет? Павел Николаевич. Пойдет сюда крошу, чтобы каждый остался в ночевании. Пока они людей на ремонт не пошли. Я уже два года, вот у меня все. Я уже хотела ТСН обращаться. В Киеве у меня сестра живет. Я говорю, достань меня. Да и так можно по интернету выйти. Только сюда вызывать. Мне не хочется вилкула сюда, потому что... Я понимаю, что суд. Ну, вы же понимаете, какой у нас суд. Во-первых. У нас суды мы проигрываем первой инстанцией. Днепро нам его возвращает обратно. Мы опять проиграем. Мы касацию подаем в Киев. То есть это год может тянуться. Мы по Павлу усудимся уже два года. А по житлосервису, за то, что их нелегально жители, без их согласия с ЖЭО, с коммунального предприятия, передали вот в эти частные конторы, которые ни хрена не хотят делать. В 2011-2013 году там суд тянется уже четыре года. Туда-сюда пинают. Вот такие у нас суды, к сожалению. Вот надежда только на вас, ребята. Вы помогаете нам. Ну, я понимаю, что вы здесь решили. Вам проще тогда, не знаю, дождаться директора уже с ним. Хорошо, директор тоже говорит, я не хочу общаться. Что мне дальше делать? Судиться с директором? Фиксирует это тогда на камеру, их не отказывает, что они не хотят сотрудничать с вами вообще. То есть, ну, просто в отказ, ну, вообще, ну, хотя бы это предоставьте тогда. Потому что заставить, понимаете? Я понимаю. То же самое, что я вас возьму за шею, да, буду держать перед камерой, и вы будете там насильно общаться. Даже рот я вам не могу заставить открыть. Ну, поймите. Да, но в случае мы можем, что мы будем помогли отобрать заявление, пояснение, пообщались, что... Они тоже вызывали полицию, они написали заявление? Нет, они ничего не хотят писать. Ждут директора. Понятно. А директор, когда, говорите, приедет? Сказал, что выехал с Доманского, но тут ехать 20 минут. Ну да, но он едет часами, я его никогда поймать не могу, я три раза не... Мы на Доманске ездили туда ходили, тремя домами туда ходили, его не было. Мы депутатов приглашали, районных. Глав Батькивщины фракции, глав Сила людей и самопомощь с нами ходил глава. То есть, это не просто депутат, это тот, который... Ну, глава среди депутатов в нашем Тарановском районе. Им плевать, они все равно в приемный день его нету. Он должен быть в приемный день, он нас не принял. Нам, бухгалтер поговорил с нами, нам, кто-то там пробегал, поговорил с нами, но директора на месте нету. Приемное время, его личное. То есть, он обязан быть на этом месте. Ну, трафик висит. А директор вот этого всего предприятия? Сильвестров, я не знаю, как его там по отчеству. То есть, застать его невозможно. Они насильно нам начисляют тарифы. Они сняли нам дворника в январе и феврале, я уж извините свои проблемы. Из-за дворника нам насчитывают деньги. Они не оказывают нам услуги, мы отказались от их компании, мы их предупредили. Они все равно насчитывают деньги, вы понимаете? То есть, это воровство, это мошенничество, я не знаю, как это инкриминировать. Я понимаю, что суд, но вот, к сожалению. У нас тоже идет уборка, нам пишут, они вывести нам тарифы, уборка крыши, уборка чердака. Ничего, это мы сами делаем. Ничего они не делают. Совсем. А какой вы дом, скажите, пожалуйста. Косыгина, 23-й дом. Косыгина, 23-й. У меня есть, по-моему, если я не удалила на мобильном все, что залито у нас. Ну вот, у нас 5 квартир залило, мы Лютого 52 дом. Они год ничего не могут сделать, у людей цветут стены, портится мебель, то есть, а им плевать. Месяц назад сделали ремонт, уже штукатурка, вот эта вот шпаклевка, она уже вся лежит на полу, я даже не убираю. Последний этаж сам. Это последний этаж сам. Это последний этаж сам. Это последний этаж сам. У нас третий. Все пять этажей такие. Все пять. До магазина. На пятом вообще плохо. А чуть чем ниже, там где меньше, 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 но все равно. Я предложу Владу, вы сказали, мы там сделаем, подождите в порядке очереди. А мы этого делать не будем. Вот почему все началось. Мы не будем делать. Приговорят, что и мы поедем из полком. Едьте. Да им плевать. Их из полком покрывает. Я жаловался. Ты стоишь сам. Понимаете? Постарайтесь выдать огласки эти случаи. Стараемся. Хорошо. Благодарю вас за помощь. Удачного дня. Вы не таки не ответили. Вы закончили? Да, мы закончили. Извините. Если вот несколько человек придут и останемся здесь на ночь. Мы не уйдем, когда будет закрываться. Нас какие вот... Мы нарушаем что-то. Мы пришли на... Не к нему домой, а пришли к организацию, которая обязана нам... Хотя будет режима. Здесь график работы. Да. График работы. Так мы не можем ничего добиться. График работы. Вы не сможете. Что значит? Если начнутся отсюда... Возьмите мой телефон. Если будете здесь какую-то акцию проводить в плане оставаться, требовать что-то, пригласите меня. Я приду с камеры и это все поснимаю. Хорошо. Чтобы люди видели. Всего города. Я почему и веду что-то. У них 495 домов на обслуживание. Я думаю много домов от них уйдет в УСББ или куда угодно, когда увидят качество обслуживания. Но они и так знают. Но лучше... Чем больше информации, тем лучше. Ясно. Хорошо. Спасибо. Да. Благодарю вас. Спасибо большое. Спасибо. До свидания.